Минески. Они, я думаю, не расстроились, что убирают их оппоненты в Вингу. Пятый пик для Гикфа. Героев сложных. Магнус есть еще. Есть Магнус, но тогда будет три ультимейта с очень большими кулдаунами. Пока вы навяжете только одну драку, соперник сможет вам навязать две, а то и три. И этим можно будет пользоваться в команде Минески. Просто один раз погибнуть от голема с РП не так страшно. Это Син Кинг. Он более мобильный, он более гибкий, чем Магнус. Ему не так много нужно, в отличие от Магнуса. Ты купил себе даггер, и ты уже силен, ты уже способен наносить огромное количество урона. У тебя есть пески, которые тоже могут, если что, снести рефрекшн лана. И поэтому нормальный, нормальный абсолютно пик. Ну и самое главное, это дизейбл с первых уровней, чего им явно не хватало. Мне нравится это решение от Гикфам. Всегда забываю про Син Кинга, когда героев сложный остается. Ну и Минески, последний пик. Осталось добрать керри. Давайте посмотрим, кто это будет. Есть джиггернауты, играют Минески с ним. Кто есть еще? Ну, Террор Блейд условный есть, хотя он здесь не очень хорошо смотрится. Так вспоминаем сейчас исключительно метовых персонажей, которых берут чаще других коров. Ну и мне кажется, что они просто возьмут джиггернауты и пойдут. Вау! Я мог предположить, кого угодно, кроме Бладсикера. Вот вообще, кого угодно там. Я даже снайпера на легкой готов был увидеть, но не Бладсикера. Очень интересное решение. Да уж. Удивили так удивили. Ну, будем смотреть. Бладсикер один из самых непопулярных героев последних лет. Так, навскидку не скажешь, кого брали за последние годы. Два меньше, чем Бладсикера. Таких героев крайне мало. Но бывает и такое. Минески, видимо, уверены в своих силах. Либо это какая-то заготовка. Напомню, они в шаге от гранд-финала. То есть, выиграть эту встречу, потом выиграть гранд-финал. Вот вы и получили слот на мейн-евент в Mars Data League. В новом составе. Спустя там несколько дней. Результат шикарнейший. Ну, GeekFam. Че имеют шанс их остановить. Вообще, GeekFam выглядит самой слабой командой из оставшихся четырех. Да, Fnatic и ClutchGamers проведут точную встречу. Сразу после этого матча. И в случае поражения GeekFam будут играть с победителем той пары. И GeekFam не будут в таком случае фаворитом и там. Даже несмотря на то, что они с Винроф упали. В трюсетка у них была гораздо легче. Чем у их оппонентов. Те же ClutchGamers попали в лузера только потому, что их выбили туда именно Fnatic. Вот они встретятся вновь. Маг на Бэтрайдере. Я тут зашел на Гусу Геймерс. Вчера буквально ткнул на профиль мага и увидел, что у него на Бэтрайдере огромнейший винрейт. Вообще, за все время выступления. Что-то наподобие 100 на 60. Соотношение его побед и поражений. Результат действительно отличный. Шаль-герой тоже нечастый гость в пиках сейчас. Но вот эта команда будет возвращать вот этих трех героев. Клокверк, Дарксир, Бэтрайдер. Набрали, погнали. Маг там исполнит. Я даже не знаю, на ком он еще-то будет играть. По-моему, я вот именно трех героев его исполнение видел за последние дни. Дарксир, Клокверк, Бэтрайдер. Все. Ну, банить исключительно этих персонажей, оставлять всех метовых героев, тоже, наверное, неправильно. Я бы посмотрел на мага на Дарксире. Ой, на Дарксире, прошу прощения, господи, что я несу? На Магнусе, естественно. Потому что Магнус-герой это популярный, герой очень сильный. И Минески его пока не использует. Посмотрел бы, как он на нем выступает. Ну, Сэн Кинг, понятно. Легион Командер, я думаю, в исполнении мага тоже неплоха. Сикер, как мы понимаем, пойдет в легкую. Да, будет бить крипов. Интересное решение, очень интересное. Крайне любопытно будет понаблюдать за этим. И вчера я тоже, помню, было одно интересное решение от одной из команд. В частности, это были Warriors Gaming Community против Clutch Gamers. Они играли. И там они тоже взяли такого суперредкого героя, Хускара. Я думал, ну, наверное, страта какая-то. На 18 минутах хватило или что-то в этом духе. Здесь, надеюсь, подобного не будет. И мы борьбу все-таки увидим. Гикфам еще, естественно, не потеряли шансы на победу. У них еще будет случай вылета попытка в лозерах. Так что играть нужно. Нужно стараться. И опускать руки после первой не самой удачной карты, конечно, не стоит. Муша, как мы понимаем, пойдет мид на Templar Assassin. Ninja Boogie сыграет на Crystal Maiden. Опять, в очередной раз. И на Битрайдере будет играть Мак. Клокер будет помогать Crystal Maiden. Как саппорт четвертой позиции. Здесь Вэлло пойдет в сложную на Сенкинге. Роджи сыграет на саппорт Тренд Протекторе. Нед будет спортить на Варлоке. Сайоникс пофармит на Лайфстилере. И Тихи отправится на центральную линию на своем Эмберспирите. Какой игрок симпатизирует больше всего в этом матче? Муша. Нет, нет. Ninja Boogie. Потому что он батя. На Crystal Maiden. Мага мы просто поддерживаем, как нашего игрока. Как-то его карьера после... ...выступлений за Эмпайр. Согласитесь, пошла на спад. И вот сейчас... ...тот самый шанс вернуть былую славу. Начал за здравие. Посмотрим, как будут развиваться события. Потому что Юго-Восточная Азия приковывает все больше и больше внимания. Даже несмотря на то, что Мак там выступает. Там действительно... ...в скором времени может произойти смена власти. И Faceless вполне могут уступить первую строчку какому-то другому коллективу. Благо, их там достаточно. TNC, вот Минески, Clutch Gamers. Для меня это просто открытие последнего месяца. Потому что команда ворвалась в топ региона. И пока там закрепилась. То есть, эта команда не однодневка. Не так, что какой-то вау-эффект вызвала там... ...одним-двумя матчами. И потом снова начала проигрывать. Нет, ребята там собрались. Начали играть в Доту крайне хорошо. И удивляют сейчас весь мир. По крайней мере, тех, кто наблюдает за Юго-Восточной Азией. Я вообще очень часто комментировал именно этот регион. В частности, на квалификация к киевскому мейджору. Несколько матчей мне удалось посмотреть. И вот там GeekFam мне нравились больше. Я этих ребят поддерживал на этом турнире. Они были близки к тому, чтобы занять четвертую строчку и отправиться в плей-офф. А в плей-офф, чем черт не шутит. Но не хватило им немного. Заняли, по-моему, пятую позицию. И мимо плей-офф пролетели, к сожалению. Бэтрайдер отправляется, как мы видим, на легкую линию. А вот Клокверк, Дарксир... Клокверк, Бладсикер и Кристалмейден пойдут в сложную. Интересное решение. Кристалмейден Клокверк, линия не самая плохая. Дарксир тоже может спокойно там стоять. Благо, есть у него для этого все. А вот смотря на пик ребят из GeekFam, мы прекрасно понимаем, что с такими саппортами просто так прогонять Дарксира не получится. Это все очень пассивно. Вследствие чего мы видим, как Лайфстиллер отправляется на сложную линию. Видимо, стоять один на один против Бэтрайдера. А вот Сэн Кинг перетягивается вниз. Сэн Кинг гораздо более приятный герой 3 на 3. У него хотя бы что-то есть. Во-первых, дизейбл. Во-вторых, замечательная пассивка, которая позволит гонять и Клокверка, и Дарксира. Здесь нападение сразу же на Бладсикера. Почему я его Дарксиром называю? Клокверк тоже много урона получает. Ну, как же Трэнд здесь пробил беднягу Бладсикера. Клокверка также отсюда прогоняют. И, как итог, нет ХП практически у Сикера. Обидно. Прогнали, при том, что все это было без Сэн Кинга. Неужели Шрайн пойдут отпевать прямо сейчас? Ну, судя по всему, да. А что еще делать? Вот так вот, на первой минуте. Интересно будет посмотреть, как Лайфстиллер здесь будет справляться с Бэтрайдером. С Ринджоумом. К герою, да, есть возможность хилиться, но... Несколько стаков масла, и по голове ты получаешь достаточно больно. Поэтому нужно просто не подставляться под это дело. На миде тем временем Муши против Эмберспирита. Тихий пока. Начал хорошо по крипам. Даже лидирует, и Сикер перетягивается на верхнюю линию, понимая, что против Сэн Кинга ему ловить абсолютно нечего. Ну, а маг идет в сложную. Маку могут сделать несколько стаков, которые он рано или поздно зафармит, и тем самым всегда будет по экономике держаться где-то наверху. Потому что герой такой, есть возможность у него это делать. Итак, на миде, левел 3. Уже у Муши. Тренд перетягивается на верхнюю линию гонять Сикера. Как бы ошибочкой не был пик данного персонажа, что-то мне подсказывает, проблемы могут возникнуть. Но есть Муши, есть Имплара Ассасин. Имплара Ассасин прекрасно себя чувствует против Лайфстилера, но не очень хорошо против Эмбера. Благодаря Флэйнгарду, благодаря тому, что есть чем сбивать рефрекшн. Ключевую способность Ланай. Боттл. Сейчас Муши рано или поздно себе купит. Купил себе сапог, чтобы, если на него пойдет Эмбер, поменьше получать урона и рефрекшн, чтобы за секунду не сбивался. Снизу. Тем временем Мак начинает летать, начинает поджигать Сайоникса. Сайоникс полхп потерял после первого файрфлая. И Мак зафармив всех хрипов, отправляется в лес. У него уже левел 4. Ну, неплохо. Однако, Клокерк помогает сейчас своему керри. И Вэлла снова вернулся к Дарксиру. Господи, почему я его Дарксир называю? Не могу отвыкнуть до сих пор. Роджи, много дэмэджа. Хилит его Варлок. Вэлла, без маны. Кристалл Мейден подтягивается. С Кристалл Мейден будет попроще. Ей бы еще третий уровень получить. Совсем все будет здорово. На миде пока мы видим также равенство. 16 на 4 против 15 на 3. Три. Тоже берется здесь, как мы видим, Пси Блейдс. Второго уровня. Чтобы был побольше рейндж. Чтобы, опять же, харасить Эмбера. Шиня также абсолютно грамотная. Хотя это стандартный билд. Вот вчера я видел, как взяли Мелт на четвертом. Люблю, когда так делают. И за счет этого несколько раз не сумели убить Темплара Ассасин в одном из матчей. Просто потому, что она пряталась в инвиз и урона не было. Вижена не было. Не всегда ждешь, что Темплара Ассасин возьмет на четвертом уровне данную способность. Но когда берет, приходится Вижен какой-то покупать. Иначе шансов убить ее не будет. Здесь нападение на Влад Сикера. В этот раз, слава богу, не перепутал. А тем временем. Проблемы огромные у Муши. Вот он, Мелт. Качан на пятом. Муши погибает. Неприятно. До этого Клокверк убил Варлока. Ну вот вам и 1-1. По киллам. И самое главное, что Муши погиб. Именно соло. Соло от соло. Опять же, Эмбер Спирита. У Эмбера не было здесь никакой поддержки. Это очень неприятно. Еще и не вкачал рефрекшн. Думал, выживет при помощи Молда. Но Флаймгард, говорят, штука сильная. Клокверк подходит на центральную линию. Помогать ему Варлок. Также не подалеку от своего тиммейта. Если что, похилит. Пока хил, конечно, довольно слабый. Ну, что там говорить, первый уровень всего лишь. У Сикера дела налаживаются после не самого лучшего старта. Вернулся, естественно, на легкую линию. Здесь нападение просто было на Кристалл Мейден. Очень легко ее убивают. Сикер пытается догнать Вэлла. Это не получится сделать. Вот то, что такая пассивная связка спортов пока позволяет убивать, это большая беда. Потому что вы их сами убивать пока не можете. Вам банально не хватает урона. Есть хилы, есть ливен армор. Здесь будет нападение на Сикера 100%. Есть оно. Семечка и большие проблемы у Сикера. Сикер погибает. Пытался добить крипа, чтобы отхилиться. Не получилось. 3-1. Эта линия как минимум проигрывается. На миде тоже не все было гладко. Хотя Муши вернулся и уже по крипам наверстал. Упущенное. Качал трэпу. Вот Муши красавчик. Качает трэпу на 6 уровне. Дают ульт, бери ульт. Не делает он, как многие другие игроки. Маг пока чувствует себя тоже крайне хорошо. Обгоняет он лайфстилера по крипам. Начинает здесь его сжечь. Подходит Сикер. Есть лассо. Есть также ультимейт Сикера. И Сайоникс погибает. Пытался крипа, что ли, спрятаться. Не удалось. Клокверк также был рядом, если что. Клокверк пока без ракет. На миде. Тихи в инвизе. Ждет Муши. И у Муши могут быть проблемы, но Клокверк близко. Нападение есть на Муши. Спрятался. Ударил именно Трента. Нужна последняя тычка. Но Муши погибнет здесь. Отсюда он никуда не уйдет. Такие же проблемы будут у Клокверка. Два убийства для команды Гикфа. Вот это уже что-то похоже на сопротивление. Молодцы, молодцы. Не сдались. Как я говорил, нужно просто пересмотреть свой подход к стратегиям, к пикам. И, видимо, что-то свое нашли. Тут есть герой, который... Непонятно пока, что будет делать на карте. Для чего он вообще берется. Вэлло. Вот сейчас найдет он нинджа буги. И есть у него эпицентр. И будет он его кастовать. Успеет ли сбить? Сбить не успевает. У нинджа буги проблемы. И есть враг. И, соответственно, Вэлло здесь выживет. Хоть и мана у него не было, но Клокверк поставил Коги. Не было возможности подойти. Как итог. Шестое убийство для команды Гикфам. А Сикер перебирается в леса. И начинает, соответственно, фармить Эншентов. Пока все очень хорошо у Гикфам. И, напротив... Не знают, что делать Минески. У Мага. Совсем скоро появится Даггер. Но вот, когда он появится, тогда они точно будут знать, что им делать. Дальше они просто будут по кулдаунам ультимейта, Сикера и Бэтрайдера использовать свой ганг потенциал. Искать какие-то жертвы, убивать их быстро. Находят здесь уже ста Кэншентов, которые приготовили для Муши. Рефрекшн. В троечку берется. Ну, нападение здесь было в очередной раз на Сикера. И в очередной раз он погибает. Это 7-2. 7-2 на 10-й минуте. Очень все хорошо. Эмпер. С двумя нуль талисманами, как мы видим. Маны много, ХП достаточно. На топе тем временем Маг. Маг пытается сейвить Клокверка. Ну, Сэн Кинга можно попробовать побить. Почему бы и нет? Лассо. Горит Сэн Кинг. Не долетят, скорее всего, до него. Или... Или летят. Нет, потому что есть Бароу Страйк. Живет он. А вот Роджи подставляется. И погибает. Ну, Магу последняя тычка прилетит ли? Да. 8-3 счет. Неприятно. Нашли еще и Кристалл Нэм. Ну, как нашли? Просто Эмбер прыгнул и убил. Проблем никаких. Да уж. Молодцы. Молодцы. Гигфам. 9-3. Давайте на Творса посмотрим. Здесь две лидирующие позиции у них. Темплара Сассина стоит почти на тысячу от Эмбера. Но у Темплара Сассин вот огромное количество золота. Уже ее ждет. Приходите, помогите. Мы заберем. Получим опыт. Получим деньги. Пока помощи никакой не следует. Ну, будем ждать. Возможно, даже попытаются Гигфам подраться за этих Эншентов. Пока же занимаются исключительно убийством своего оппонента. Лайфстиллер, кстати, тоже проседает по фарму относительно других коров. Но даже Темплар Ассасин проигрывает, у которых старт плохой. Даже Сикер, у которого старт еще более плохой. Нападение на Нэта. Типа аут. До свидания. Вот вам и Сикер. Минута не будет ультимейта. Маг был далековато. Лассо у него также не было. Зато теперь есть Даггер. Но он его засветил, поэтому сюрпризом это для соперников не будет. Опять же... Сюрпризом будет, когда он на кого-нибудь прыгнет и убьет. Тихи. Спалили. Тихи выходит. Никого не цепляет, зато цепляют его. Есть Лассо. Видел же, что Маг был неподалеку. В итоге погибает. Пятером здесь были Минески. И какой же врыв от Син Кинга вместе с Лайфстиллером. Хороший эпицентр. Сразу минус два. И можно отвечать. Маг летит. Вэлла погибает. Дальше погоня за Сайониксом. Здесь Нэд. Я ждал встретить Варлока. И Голем от Варлока. Это также неплохой Нинджабуги. Скорее всего, здесь выживать не будет. Потому что Лайфстиллер на фейзах будет его догонять. Нужна последняя тычка. Темплор Ассасин пытается просто забрать вышку. Муж это делает. Уже 3 в 3, по-моему, драка. Или 3 в 2? 3 в 2 все-таки. Естественно, драка. И для тех, и для других пошла. По деньгам в плюс. Но количество убитых своих персонажей. Ребят из Минески радовать не может. Ну что, иллюзии и Эншенты, судя по всему. Шрайн есть, если что. Можно будет. Соответственно, похилиться. Восстановить ману после убийства. Но пока. И это не требуется, как мы видим. Просто так, может, справляются. Будет догонять сейчас спонентов по деньгам. Берется спал дэмэдж. Эмбер спиритом, естественно, опять же. Все стандартно. Никаких сюрпризов мы не увидим по этому билду. Было нападение на трэнта. Который вышел, сдавал вижен, но его просветили. При помощи дастов. Трэнд винус. Мага также есть дасты. Но здесь они нужны. Есть трэнд, есть сэнд кинг. Приятно, когда кто-то из них прячется. Цепанули как раз таки сэнд кинга. Вэло много урона получает. Нужна помощь. Ну, есть помощь от нинджабуги. Приходит также Клокверк. Враг забирает себе маг. Еще тысяча золота у него появляется. Естественно, будет форстав. Сайоникс с Мидасом. Считает, что это будет самым верным решением. Не сам боевый артефакт, но... Позволит ему быстрее набирать айтемы, чем другие герои. И уверенно выходить в лейт. Если игра до лейта затянется. На прошлой карте не получилось. Слишком быстро. Минески захватили преимущество и не отпустили. Его на протяжении получаса. Темплар Ассасин берет себе талант на атак спид. Вообще, мало героев, которым берется талант на... Скорость бега. Вот Crystal Maiden бы его дали. Я помню, когда только ввели таланты. Первое, что я делал... Я когда увидел там, что даются такие таланты кому-то из героев. Я читал патчноут. Пролистал до Crystal Maiden. И думал, ну дадут ли ему в спид? Нет, не дали. Но пока и так справляется. Убили сикера. Но хочется в ответ отомстить Сайониксом. Не получается. Спрятался в автопульту. Ну и будут ли ждать? Может быть и да. Но здесь Сэн Кинг. Здесь страшно. Батрайдер, конечно, поблизости. Но у вас герой-то послабее. Тихи. Также рядом. Цепанули мага. Ой, как неприятно. И свяжет его. Но он, в свою очередь, дает лассо. Получает в ответ голема. Главное, успеть убить тихи. Успевает. Можно просто муж развалить голема. А дальше уже идти за всеми остальными. Есть рыб на Роджи. Тот вынужден прожимать ультимейт, чтобы попытаться уйти. Но муж таких не отпускает. Есть вижен. Роджи просвечен. Очередной фраг для Миннески. Здесь лайфстилер. Тепа аут. И Вэла. Как мы видим, так же уходит. И от преимущества не осталось и следа. И уже ведут Миннески по деньгам. Чуть больше тысячи. Приближаются к Тир 2. Двух героев нет. Можно попытаться ее забрать в пятером, как минимум. Имеется в виду, как минимум Тир 2 забрать. Может быть, даже убьют кого-то, если кто-то высунется. Но лассо нет. Не цепанешь ты просто так. Эмбера. А вот зато Эмбер пойдет цеплять. Можно его за это наказывать. Конечно, последний пара тычек нужно сделать. Он, конечно, успел убить Кристалмейда. Но это все-таки саппорт на важного кур-героя. Вэла жив. Вэла снова просвечен. Также просвечен Трент. И Трента отсюда отпускать нежелательно. Маг очень битый. Получает много урона от вышки. Прилетит ли последняя тычка? Куда? Мага летит? Нет? Нет. С действием временем остались два героя команды Минески. Их за это наказывают. Погибает и Маг, и Клокверк. Как итог. Драка у нас 3 в 2. В пользу команды Гикфан. Двух коров, конечно, Минески не потеряли. Все равно крайне неприятно. По деньгам мы видим снова равенство. За счет чего это равенство? Ну, за счет того, что Кристалмейден очень сильно отстает от остальных саппортов. И таким образом пока держатся. И те, и другие. Никто не хочет отдавать преимущество с самого начала. Они, конечно, не знают. Примерно визуально это наблюдается игроками. Вэла будут его бить. Получает Сайленс. Последняя отырчка. Вэла погибает. Киллинг спри от... Сикера с Мидасом. Левел 12. Утимейт второй вкачан. Дальше. Дальше взят у него талант, как мы видим, на ХП. Ну, выживаемость тоже очень важна. Урон. И так достаточно у Сикера. Плюс он что-то наберет артефактами. А вот лишнее здоровье. В такой стадии игры. В мидгейме, когда необходимо постоянно драться. Здоровье тебе, естественно, принесет гораздо больше пользы. 13-й левел. Вот Эмплор Ассасин. Ну, и начинает здесь фармить свои леса. Есть уже даггер. Тоже очень мне симпатизируют игроки, когда берут себе именно блинг первым слотом, а не дизоль. Ну, это позволяет тебе быть более мобильным, цеплять, врываться, там, залетать на каких-нибудь варлоков, быстро их убивать. Дизоляторы ты всегда купить успеешь. Пока даггер, скорее всего. А правда, нападение на Родж. Цепляет его в локверк. Он всеми скилами попадает. И здесь фраг забирает именно Сикер. Доминейтинг у него уже. Муша продолжает фармить. Совсем немного до дизоля осталось. И была попытка напасть на Муши. Прятался уже Нэкс при помощи Мефис-бомбы в Центкинге. Но Муши вовремя среагировал. Ушел. Кристал Мейден незаметно. Она где-то всегда есть. И снова не получается цепануть. В этот раз именно ее. Этот мидасный Лайфстиллер говорит о том, что тут 2-0 для Минески. Интересное мнение. Нападение на Вэлла. Есть лассо по нему. Также был ультимейт от Нинджа Буги. Гнать нужно здесь Вэлла. Никто его отсюда отпускать не будет. Сикер поблизости. Лайфстиллер также подходит. Не слишком ли нагло. Да, конечно, ввезется он в мага. И даже, возможно, его убьет. Потому что Форс Став в кулдауне. Хватает дэмэджа. Убивает. Пойдет дальше на Кристал Мейден. Нужна помощь. Сайоникс. Очень битый. Хилит его Нэт. И все остальные разбегаются. Не успел я посмотреть, где погиб Хлок. Сикер. Сьюла. Хорошо, есть ультимейт. Дальше. Поднял просто Лайфстиллера. И бежать отсюда. Но успеет ли убежать? Голем у Варлока есть. Если что, Муши врывается именно на Варлока. Пытался он его убить до Голема. Но все равно потребовалось аж три тычки. Неплохие Коги цепляют двух героев. Голем погибнет. И нужно наказывать еще и Сайоникс. Это, скорее всего, трипл килл. Для Муши. Вовремя он здесь оказался. Как раз таки со своим дезолятором. И неплохой ответ за убийство Мага от Минески. Больше четырех тысяч они после этого супер удачного для себя файта ведут. Сейчас Муши наверняка... А, купил Яшу. Я подумал про БКБ. Но БКБ он тоже может себе здесь собрать. Тихие. Сикер рядом. Тихие пока уходят. Итак. Будут ли какие-то... Ответы от... Ребят из Гигфам. Сейчас тяжело им проводить драки постоянно. Слишком два... Вернее, не так правильно сказать. Два ультимейта со слишком большими кулдаунами у них. Из-за чего драки слишком редко удается проводить. Особенно эффективные драки. Да, Варлок может, конечно, ходить, участвовать. Но без голема все равно твоя полезность. Процентов на 50 снижается. Голем крайне необходим. Да, то есть эпицентр. Эпицентра мы давно хорошего не видели. Пора бы, наверное, попробовать его реализовать. На топе вышка очень битая. Как мы видим, Минески готовы ее защищать. И опять же, Гигфам неполным составом на верхней линии. Нет главного дэмэдж дилера. Тихие. 14 левел. С вайлом с траволами. Все стандартно. Никаких новых скилл билдов или айтем билдов мы на этого героя не наблюдали уже очень давно. Вот с тех пор, как поменялся подход со сборки его с физического урона на магический, и так с тех пор все именно подобные айтем билды себе и выбирают. Борасасин. Монтостайл. Планирует себе мужа покупать. Уже купил рецепт. Осталось купить ультимейтор. Минески подходят ко второй вышке и начинают ее очень сильно пробивать. Ломают спокойно вышку. Все очень просто пока для Минески. Преимущество по деньгам снова возрастает. Уже порядка 7 тысяч они ведут. Опять же, это не сверх великие цифры, но они есть. Тихие. Получает трэп. Он нападает на мага. Маг колоссальнейший дэмэдж получает. Погибает в секунду буквально. Без мага будет драка, если она будет. Хотя просто, скорее всего, подождут. Предварительно убив Рента. Ну, один в один размен на разных частях карты. Тем не менее, маг. Цель-то более важная. Цепанули сейчас очень больно Сайоникса. Сайоникса. Прошу прощения, Вэлла. Вэлла убили уже. Сайоникс пытается здесь вгрызаться в Муши. Муши дерется до конца. Голем сверху прилетает, но успевает убить Лайфстилера. Что самое важное. Заметил Тихи. У Тихи нет абсолютно маны. Голем пытается здесь зонить как-то Муши. Так не очень хорошо получается это сделать и еще и деньги дарит. Тем самым Варлок. Все. Варлок дальше в следующие 2 минуты бесполезный. Ну, не бесполезный, ладно. Менее полезный, чем может быть. Что себе маг? Маг себе собирается покупать ЕУ. Что, кстати, по экспе хотел посмотреть. Здесь почти 10 тысяч опыта преимуществом у ребят из Минески. И заходят они на Рошана. Дизолятор, Темплор Ассасин, Смелдом. Рошан падает на раз-два. Гикфан за него драться не собираются. Любопытно, кто возьмет себе эгиду. Ну, конечно, Муши. Он сейчас все-таки главный димедж-дилер. Еще и первый по нетворцу. Не хочется просто так, чтобы он погибал. Сколько он там уже? 6 человек убил. Сикер убил 7. При не самом лучшем старте. С эгидой. С таким преимуществом можно попытаться сделать что-то еще. Тем более, Монтастайл уже появляется. С Монтастайлом против Лайфстилера, конечно, попроще. Действует Темпларки. Ну и Бэтрайдер. Бэтрайдер в позиции. Бэтрайдер ждет свою жертву. Можно абсолютно любого героя цеплять. И тогда Муши его убьет с двух ударов. Даже если это будет Лайфстилер. Даже если это будет Эмбер. Главное просто, чтобы кто-то высунулся. Но Гикфан тоже. Ребята не глупые. И прекрасно они в доту умеют играть. И по учебнику. Когда команда Пушта, там есть Бэтрайдер. Он, очевидно, сидит в лесах и ждет, когда кто-то подойдет защищаться. Поэтому без боя забирают вышку эту Минески. И дальше могут придумать себе что-то еще. Но на мид не идут. Решили зайти на хайграунд. Вот так сразу. Мак по-прежнему в позиции. Есть у него, кстати, гем, как мы видим. Муши прыгает. Неприятно заходить на хг. Но должны понимать, что голема-то еще нет. Здесь нападение на Сикера. Очень ему больно. Будет ли врыв какой-то от мага? Пока нет. Даггер сбивается. И маг отступает. Да и вся команда Минески вместе с ним. Кристал Мейден отправляется на нижнюю линию. Есть дасты и есть рецепт на Мидас. 25-е, 30-е, 40-е. Да какая разница? Кристал Мейден себе Мидас покупает в 90% случаев сейчас. Не сказал бы, что всегда хорошо, но вдруг игра затянется. Минески, может быть, не уверены сейчас еще в себе. Поэтому решают уйти в потенциальный фарм. Ну, по крайней мере, один из саппортов. Да нет, не один, прошу прощения. Клоквер тоже давно на него не смотрел. У него есть Мидас, у него есть Форс Став. 13-й уровень. Берется мана. У Сикера, как мы видим, скорость атаки. Это Тэмплор Ассасин. Тоже все дефолтно. Дэмэдж. Вот разве что выживаемость себе не взял Муши. Но сейчас есть Аегис. Потом наверняка он себе купит БКБ. Я очень на это надеюсь. Ибо Син Кинг, я слышал, много урона с эпицентра может нанести. Буквально небольшая помощь Лайфстиллера. И Тэмплор Ассасин можно убить. Никаких сейвов не наблюдается здесь. Попытка цепануть Эмбера не получается. Тот уходит. Зато здесь встречает его Муши вместе с Нинджабуги. Вот так поворот. Ну и теперь Эмбера нет. Смотрим байбэк. Байбэк у него есть. Разводить хотя бы нужно. Гигфам. Соберитесь. Нам нужна интрига. Я посмотрел в чате. Кто-то хочет понаблюдать за тремя картами. Но у меня два варианта. Либо он не поддерживает СНГ Доту. Либо он любит команду Гигфам. Либо он просто поставил на тотал больше двух. С половиной. Букмейкерской конторе. Букмейкерской конторе какой-нибудь. Ну да ладно. Заходят. Цепляют в итоге. СНГ Хочется его убить. Хороший прокаст пошел. Есть голем. Есть ультимейт Трента. И тем самым убивают мага. Да, он конечно сумел зафиксировать СНГ. Но этого недостаточно. Здесь хороший эпицентр. Огромные проблемы у Сикера. Тот уходит только благодаря тому, что есть БКБ. И попытка зайти на хайграунд, можно сказать, провалилась, наверное. Сайоникс очень медленно бежит. Пытается гнать здесь Нинджабуги. И все-таки находит здесь Сикера. Справился с ним Тихи. И отбились. Отбились достаточно просто. Даже на такое, несмотря на такое большое преимущество, уже пятизначное. Более 10 тысяч. Нашли также Нинджабуги. Он также отправляется в Таверну отдыхать. По итогу еще 800 золота зарабатывают ребята. Из Гигфа. Ну а дальше путь. Какой у них? Пушить, конечно, не пойдут сейчас. Ни в того, ни немного положения. У Муши, кстати, есть еще Аегис. Реализовать было его неплохо, наверное. Пока не получается. Пока ничего не придумали. Минески. Первая попытка не удалась. Будем смотреть, будут ли они еще. Главное не давать. Набирать Эмберу. Эмбер, конечно, герой. Который, даже несмотря на то, что проседает по фарму, может вносить огромное количество, самое главное, АОЕ урона, чем похвастаться Темплар Ассасин даже не может. Ну и что? Тихи. Смейл Шторман. 19 уровня. Нападение на него. Клокер криадам. Не получилось. Уходит Тихи. Без мага крайне сложно его, конечно, убивать. Сами, в свою очередь, отправляется Гигфам на верхнюю линию. Здесь Голем появится через 40 секунд только. Но Лайфстиллер вместе с Эмкингом. Вместе с Трентом также поблизости. Эмбер, если что, прилетит на Трэвелах. На этом он сейчас и занимается. И... всей толпой. Можно ломать Тр-2. Далеко вышли. Сейчас Гигфам. Наказывать их Минески, судя по всему, за эту вышку не хотят. Хотят разменивать Аегис. Не успеют. Потому что Аегис закончился. И... Кайграунду также Минески пока не приближаются. 22-21, да? Кстати, несмотря на преимущество по деньгам, по счету-то ведут по-прежнему Гигфам. Хоть в один фраг, но... Он же тот же есть в этот один фраг. Клокверк. Посмотрите на этого Клокверка. Он очень хорош в том плане, что по деньгам он держится гораздо выше своих оппонентов. По саппорт-позициям. У него нетворс такой же, как в сумме у Трента и Варлока. Будет ли драка? Вбивают Даггер в магу. Есть БКБ от Сикера. Кого будет бить там Пларасасин, убивает Варлока. Тот успевает дать голема. Цепляют здесь Эмбера. Нужно убивать Эмбера. Тот успевает уйти. Минус один пока что. Лосо, я так понимаю, еще есть. И дальше можно нападать на Роджи. Роджи отсюда не отпустят. Поднимают его в Юл. И... Роджи также погибает. Два в ноль драка. Без саппортов придется драться. У которых были провязаны, опять же, ультимейты. Ну и подловили. Подловили в чужом лесу. Сен Кинг, как мы видим, может загулять. Маг, конечно, здесь, но нужна какая-то поддержка. Неужели в Соло попытается осилить? Ну, попытаться там может. Почему бы и нет? Очень горит здесь Вэлла и погибает. Маг в Соло с ним справляется. Здорово сыграно. Теперь просто заход на хайграунд. Когда вас больше, один лайфстиллер не помеха. Байбэк от Сен Кинга. У Сен Кинга есть эпицентр. Цепляет он Теплорассасин. Нельзя терять Сен Кинга. Сейчас ни в коем случае. Потеря Сен Кинга будет означать потерю стороны, скорее всего. Стороны, прошу прощения. Заговариваясь уже, Сайоникс. Бьет Клокер Катон. На хукшоте уходит. И снова Вэлла здесь. Эпицентр по-прежнему есть. Главное не погибнуть. Если тебя цепанут, это будет огромнейший провал. Нападение на Вэлла. 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 Последняя тычка. Будет ли? Есть убийство Вэлла. 30 секунд его не будет в этой драке. Беда. Ну нет, за 30 секунд не успеют дойти до хайграунда. 16 тысяч нетворца ведут сейчас Миннески. Они опять же переигрывают по макро каким-то моментам. Просто по скиллу, по опыту команда сильнее. Тут безусловно. Но ни один из игроков GeekFam не может там с опытом равняться не то чтобы с Муши, даже с Магом. Маг на своем веку многое повидал. На многих турнирах участвовал. И когда-то был золотой век. Золотые годы, вернее, Team Empire. К сожалению, прошли. Надеемся, когда-нибудь наши СНГ команды вернут былую славу. У нас будет не один сильный коллектив, а как минимум три. Ну и что дальше? Что дальше делать команде GeekFam? Сторона стоит. Что самое главное. Ультимейты будут готовы к следующей драке. Что по слотам? По слотам ничего нового не появляется. СНГ даже, кстати, без Форстава решил себе Юл купить. Не знаю, самое ли это правильное решение против Клокверка. Форстав нужен, в принципе, всегда. Клокверк здесь, мы видели, книгу использовал. Вот оно, БКБ у Томплор Ассасин. И это тот самый артефакт, который позволит зайти на хайграунд. Побыковать немного. У Сикера он появился очень давно. И там уже осталось всего лишь 8 секунд. Собирается Аганим себе покупать, как мы видим. Сильверейдж также есть у него в наличии. Талант взял на урон от ультимейта. Тихи. С линкой. Ну, даже несмотря на линку, можно его убивать. Главное, чтобы лассо не прилетало в линку. Гигфа. Лайфстиллер. Ну, вот смотрим, что у него появилось после Мидаса. Есть у него армлет, есть у него Синджин Дьяши. Четвертый панетворца. Цепляют именно его. И лайфстиллер отсюда не уйдет, потому что монстр килл уже у мужа. Но умеет он на Templar Assassin играть. Один из лучших он исполнительный на этом герое. Как Мидван, как Ноуан. Челлендж Муши по использованию разных персонажей продолжается. В рамках турнира он успел сыграть и на Баньше какой-нибудь, и на Эсефе, и на Templar Assassin. Наверное, уже с десяток героев наберется. Нападение на него. БКБ есть. Успеет ли прожать? Нет. А Егиса-то не было. Рошана до этого не убивали. 90 секунд не будет Муши. Нападение также на Сикера. Сикера тоже отсюда не отпускают. Вот это было здорово. Уже минус 2. Всем нужно остальным разбегаться. Рошан жив. Если успеет его забрать в Гигфан, позволит им отдалить свое поражение, возможно, еще на несколько минут. Потому что заходить на хайграунд при наличии соперника Егиса всегда неприятно. И, возможно, Минески дадут сопернику время. Чью пользу здесь время? Ну, тут уже сложно это сказать. В пользу оно Гигфан, просто потому, что они слишком много проигрывают. И Лайфстиллер... Ну, это слабый Лайфстиллер. У него слишком мало артефактов. Вот, видимо, собирается он покупать себе башен. Безусловно, хорошо. Но слишком мало урона от него идет по-прежнему. С той же Темплор Ассасин не сравнить. У которой уже бабочкой. Которой Дизолятор. По сути, уже 6 лотов у мужа. Здесь... Можно менять там какой-то... Какой-то ПТ на... Трэвела. Или еще что-то. Врыв от мага. Наглый врыв, если честно. Вас-то меньше. А кто урон-то будет наносить? Ну, хорошо. Закинули на хайграунд Сайоникса. Мага могут наказать. Чуть мало здоровья. Шрайн юзается. И... Хукшот по Роджи. И... Роджи подвижно. Даже втроем сумели каким-то образом убить одного из героев. Сразу здесь пошел телепорт от Сикера. Убивает, естественно, Трента. Новый год от Кристалмейда. Но... Не факт, что он нужен был. Джабуги, мне кажется, просто удовольствие получает, когда использует свой ультимейт. Не получается в драйке. Ну, хоть вот так. В одного героя, который тебе сбить его, по сути, не может. Убили. Рошана, безусловно. Гигфам. Есть айгису лайвстилера. Теперь, даже если его быстро зафокусят, всегда появится. Попробует сделать что-то с двух попыток. Вопрос только сейчас заключается в том, пойдут ли Минески в ближайшее время на хайграунд, либо будут ждать третьего Рошана. Третий Рошан появится нескоро. Такую пассивную игру, конечно, не хочется наблюдать. Хочется как можно больше драк видеть. Мы видим уже убийств огромное количество. Тотал пробит, как говорится. Здесь есть врыв на лайвстилера. Не самый удачный в ответ эпицентр. Маг еле живой. Магу нужно отсюда уходить. Форстаф. Последняя тычка будет ли по магу? Конечно, будет. Муша в ответ забирает Нета. Нет был с големом. Голем не потрачен. Нападение также на Вэлла. Вэлла хочется убить. Последняя тычка есть и по нему. Минус Вэлла. Здесь в ответ Тихи пытается разбираться с Клокверком. Клокверк жив. Эггис уже закончился. Ну и Муша начинает бить всех. Это триплкилл для него уже. А Эггис, я напомню, пропал. Вернее, выбили его. И дальше можно убивать еще. Тихи, Тихи. Последний удар есть. И уходит отсюда исключительно лайвстилер. Как они это делают, я не понимаю. Не самая лучшая позиционка. Цепляют лайвстилера. Просто фиксируют его. Он не бьет. Но дэмиджа по нему не прилетает абсолютно никакого. Но все равно этого всего хватает. 26-31 счет. Преимущество снова приближается к 20 тысячам. И Минески уверенно, конечно, лидирует и на этой карте. Были поводы для беспокойства их фанатов. Старых или новоиспеченных. Тем не менее, команда близка к победе. И на второй карте. Напомню, что победа позволит им выйти в гранд-финал квалификации на Марс Дота Лигу. Где они будут ждать своего соперника, который определится уже сегодня. Напомню, что следом за этим матчем мы посмотрим игру между Фнатик и Клач Геймерс. А потом победитель этой пары сыграет с проигравшим. Того матча, который мы смотрим прямо сейчас. Но будет это не сразу, а в 16.00 по московскому времени. Поэтому будет небольшой перерыв. Будет повод выспаться. Либо какими-то другими делами заняться. Все-таки выходной, суббота. Ну и в прайм-тайм, практически чуть пораньше, мы с вами посмотрим еще одну серию азиатской Доты. Целых три серии сегодня. Завтра будет сыгран исключительно гранд-финал. Огромное количество денег. Муши выигрывает у всех остальных. 10.000 его преимущество над соперником. Эти 10.000 увидел, какие слоты в итоге выливаются. Пытались поймать. Эмбера не получилось. Маг будет без файпфайя. Возможно, в драке. Но главное, что есть лассо. Это самая главная способность. Также линза, форстат. Вообще по слотам мы видим, что разве что Эмбер и Лайфстиллер что-то из себя представляют. Ну вот, начал с энкинг. Также артефакты покупать. Форстат по-прежнему игнорируется. Но уже и не будет он его. А нет, будет. Видим. Подумал, что он решил отказаться от него полностью. Здесь есть лотусорб и гем. Деньги появляются у Клокверка. Хочет купить себе БКБ. Мидас помогает фармить. Видим мы, насколько сильно саппорты команды соперника проседают. И насколько хорошо здесь по итогу себя проявляют и показывают Мидасы. И на Кристалмейден, и на Клокверке. Ну вот, как знали в Минеске, что игра может затянуться и продлиться не 20, не 25 минут, а вот уже 40. Продлиться еще минут 5 как минимум. Каждая минута позволяет отрываться по деньгам все больше и больше. Благодаря двум Мидасам именно на саппортах. А что касается Мидасов там, там есть он только у Лайфстиллера. И как сказал один из зрителей, Мидас Лайфстиллером означает поражение. Ну, посмотрим. Поражение близко, но оно еще не наступило. 25 тысяч. Хоть и цифра велика, но она по-прежнему может отыграться. Кристалмейден. С Глиммеркейпом. Хекс. Просто хекс. Нинджабоги собирается купить себе хекс. Очень такой, да, дешевый артефакт для Кристалмейден. Нападение есть от Муши. Включает он БКБ. Голем был кинут, но ничего это не дает. Пытается пробить Нета. Нет скорее всего пробьет, но не забываем, закончилось у Муши БКБ. Нужно отступать отсюда. Мата Стайл включается. И Сайоникса просто на развороте бьет. Не получается его убить. Благодаря тому, что колоссальный урон вносит также Тихи. Муши не будет 100 секунд. Убили все-таки Сайоникса. Убивает в ответ еще и Мага. И Нинджабоги просто стоит и кастует свой ультимейт. Тихи может разбираться здесь со всеми. Абсолютно. Нужно отступать команде Миннески. Сикер. Тоже еле живой. На кого нападать? На Нета, например. Из Шадоу Блейда как ударить? Но наличие Тихи говорит о том, что страшно. Добивает Нинджабоги. Три в один файт. И сколько там было? Двадцать пять, да? Давайте посмотрим, сколько сейчас. Ладно, здесь только последнее убийство отображается у нас. В любом случае, четыре-пять тысячи отыграли. В данный момент гигфам. Снова заход. Даже попытка подойти к хайграунду. Завершилась неудачей для команды Миннески. Ну и сами наглеют, заходят на хайграунд. Муши появятся только через полминуты. Мак чуть раньше, Кристалмейден чуть позже. В любом случае, полминуты в среднем есть для команды Гигфам. И этим можно пользоваться. Можно сносить хотя бы вышку. Это как минимум. Начинают бить бараки. Причем бараки-то бьют милишные. Клокерк врывается. У вас здесь Трентаа. Не успевает убить Тихи. Мак делал уже телепорт, но Тихи своевременно улетает. Сикер. Довольно боевой такой уже персонаж. Юл разве что не выглядит здесь особенно крутым для дэмэдж-дилера. Вначале он, конечно, давал свою пользу, но рано или поздно, я думаю, этот артефакт будет заменен на что-то более актуальное для лейтгейма. Естественно, будет куплен Эбисал Блейд. Ну а дальше посмотрим, что он выберет себе в латсике. Кристалмейден. До Хиггса. Вы видите, сколько остается. Буквально 200 голды. Кристалмейден с Хиггсом. Да, на 44-й минуте, но это Хекс. Это не какой-то бесполезный артефакт. Все самое необходимое у Кристалмейден есть. Нет, конечно, условного форстафа или даггера, чтобы как-то врываться, цеплять самому. Но главное, что он живет. Главное, что добраться до него не могут. Сколько вообще Кристалмейден раз погибло? 7 раз не так уж и много, вы знаете. А здесь нашли Тихи. И нужно его успевать убить. И Тихи не успевает сам отсюда улететь. 100 секунд не будет его. Байбэк есть, что самое главное. Преимущество все равно немного, но сокращается. 25 тысяч остается 18, ну 19, ладно. Это уже не самые страшные цифры. Нападение будет ли на Вэлла. Знает он прекрасно Муши, что наверняка лайфстиллер. Ну и не получилось цепнуть Вэлла. Муши возвращается на верхнюю линию. Трава у него есть, как мы и говорили. И берет он себе 3 заряда рефрекшна. Скажи, главное, жесткое. С 9 зарядами. Но когда на нее вот так нападают. С фулл прокаста и БКБ прожимается. Еле-еле она здесь выживает. Но по-прежнему очень больно. Поплоросасинг еще больнее магу. Маг дал лассо перед смертью. И умудрились таким образом убить лайфстиллера. Убили также еще и Сэнкинга. Муши лезет дальше. Пробивает Тихи. Тихи живет. Не знает просто, кого бить Муши. Не знает, кого бить Сикер. Но в итоге убивает Тихи. А вот теперь Байбэка не будет. Не будет его очень долго. Роджи также в таверне. И можно идти еще и за Нетом. Ну или за Сайониксом. Абсолютно не важно. Монта Стайл не скоро уходит отсюда. Муши чего-то испугался. Неужели испугался, что лайфстиллер его на кулачках вот так победит? Да мне кажется не факт, что победил бы. Ну да, был Варлок здесь. Там рефрекшены. Там хил. Не знаю. Очень спорно. Не знаю, что фуловый Сикер стоял также неподалеку. И хотя бы попытка подраться могла бы быть. Все равно бы ушел наверняка. Рошан живой. Рошана нужно бить. Ну, кто заберет Рошана, тот и будет диктовать следующие несколько минут игру. А игра уже у нас длится 46. Все тоталы, которые только можно пробить, команды пробили. Что довольно неожиданно. После того, как совершилась первая карта. После того, как мы увидели, как она завершилась. Там было полчаса буквально. Здесь уже в полтора раза больше. Да и не факт, что в ближайшие пару минут игра закончится. Все предпосылки к тому, что сумеют защититься гикфам, в принципе, есть. Безусловно, у Эмбера нет байбека. И погибать ему ни в коем случае нельзя. Но байбек, как мы видим, хотелось сказать, есть у Лайфстилера. Лайфстилер же тоже выкупался. Прошу прощения. А он тогда провал. Трех байбеков нет. И таким образом умирать нельзя никому. Нужно встречать где-то до хайкрауда. Либо на подступах быстро пытаться настануть Темплара Ассасин. У которой нет в этот раз и гиды. Которая в данный момент у Сикера. И этим нужно пользоваться. У них там нормально все, вот этих двух пацанов. У Кристалмейдана и у Варлока. О, господи, Клокверка. По Медасику купили, по Хексу купили. Не знаю, что собирать на саппорте. И если есть деньги, всегда покупай Хекс. Хекс лишним не будет абсолютно ни в одной игре. Не лучший артефакт в Доте. Полезности он крайне сложно переоценить. 30 тысяч преимущество. Вот буквально минуту две назад было порядка 18. Но в Байбейке проигранная драка. И вот вам уже 30. Ну, это уже много. 30 тысяч отыграть не факт, что получится. Ошибаться больше нельзя. Любая ошибка, любая смерть Кора приведет к потерю, ну, как минимум, одной стороны. С другой стороны, обращаю внимание, что игра-то идет 50 минут, а абсолютно все лайны стоят. Здесь, конечно, вышка разрушена и снизу. Но бараки-то целы. Байбайк есть у Муши. Муши, если что, может выкупиться, прилететь в драку в случае смерти на тревелах. Поэтому может, наверное, себе позволить немного понаглеть. Пытаться запрыгнуть в кого-то сразу, выключить из драки. Опять же, выгодно убить Варлока до голема, но на него нужно быть какой-то дизейбл или сайленс. Но можно убить кого-нибудь еще. Варлок успевает поражать госкептер, тем самым живет. Глорасасин фиксирует на месте, но есть монтостав, который позволяет выбраться. Сенкинг уходит в БКБ. Лассо было заюзано, 40 секунд его не будет. И попытка не самая удачная от Минески. Так и хочется их иногда Фнатик назвать. Настолько привык, что на Муши играл. Ну да ладно. Новая эра начинается в карьере Муши, как и в карьере Мага, как и в карьере... Вернее, в составе вообще команды Минески. Точно так же, как и в составе Фнатик. Желкая MVP Феникс. В данный момент отсутствует команда. Есть MVP Revolution, но... Смысл подписания такого состава я, на самом деле, до сих пор не до конца понимаю. Бараки, еле целые, нападают на Эмбер Спирита. Эмбер Спирита тянут, но никто его не пытается в этот момент бить. В ответ полетел Голем. И хороший эпицентр. Муши живет, Муши погибает. 100 секунд его не будет. Нужно делать байбэк, возвращаться в драку. Либо отступить и дать время сопернику. Сложный выбор. Видимо, выбирают второй. Вариант Мак. Отступает. Плокерк уже ушел. Проблема так же у Сикера. Сбивает ему Эгиду. И... Убьют его второй раз безусловно. Это будет 3 в 0 драка. Для команды Егфа. Даже 4 в 0. Здесь так же Нинджабуги. Достали. Ну, хочется мне посмотреть, сколько. А вот столько. Восемь с лишним тысяч. В итоге отыгрывают. В разнице. Гиг ФАМ. Огромное количество дэмэджа нанес. Лайф Тилер. Как мы видим, 5500. Эмбер Спирит. Остальные. Намного меньше. Здесь же Теплорасасин просто не дали бить. Снова Муша подставился. Снова Муша получил весь прокаст. Благо успел снести... Да, успел. Успел снести барак. Если бы не сделал и этого, то очередной заход можно было назвать бы крайне неудачным. Итак. Подходят потихоньку. Теперь уже Гиг ФАМ к чужой базе. Байбеки есть у всех персонажей. В данный момент мертвых. И будут ли они выкупаться? Смотрим. Есть байбек от Сики. Попытка напасть на Клокверка. Клокверк. Форстаф имеется. Клокверк пока живой. Не знает кого бить. Муша через 4 секунды только появится. Нападение на Роджи. Последнюю тучку нужно нанести. Есть фраг. Для Минески. Будет ли продолжение. Тихий уходит. Снова эпицентр. Хороший по Муши. Муши байбек свой не использовал. Есть БКБ. И на разворотик. Кого-нибудь цеплять. Например, Нета. Нет. Получает Хекс. Раз удар. Два удар. Три удар. Минус Нет. Уже минус 3. И Эмбера все-таки достали. А кто это сделал? Это Сикер. Я так понимаю. Вместе с Магом. Вэлла живет. Сайоникса не отпустят. Хороший хукшот. Муши тут как тут. Блатикер также рядом. И Сайоникс. Успевает на развороте. Убить Клокверка. Но погибает сам. У Эмбера байбека нет. Нет, потому что он его только что использовал. Исправился. У Лайфстилера байбек появился. Ну вот прошли те самые минуты. Именно поэтому так далеко зашли GeekFam. Рискнули. Риск не было, правда. Но опять же, по деньгам изначально, мы помним, было гораздо больше. Более 30 тысяч. Сейчас всего лишь 26 с половиной. И эти цифры отыгрываются. Муши вместе с дабл дэмэджем. Вместе с Монтостайлом. Который даже не обязательно прожимать. Просто заходит ломать барак. Спокойно это делает. Разводить Лайфстилера на байбек безусловно так же нужно. И Кэмблор Ассасин начинает бить. Эпицентра нет. Сейчас так же быстро ворваться и избавиться от Муши не получится. Байбек у него есть. У Лайфстилера, повторю, байбек так же имеется. Вы это сами видите на экранах. Минус вышка. Цепанули. Цепанули Сэн Кинга. Важно очень убить Сэн Кинга. Но почему-то Муши занимается именно сносом бараков. Тоже его можно понять. Минус две стороны. Это будет хорошим результатом. Зато успели потерять сразу двух персонажей. Нападение так же на Сикера. Сикер тоже очень битый. А барак-то стоит. А урона-то не хватило. Да. Сэн Кинг снова огромное количество пользы принес в этом файте. Успел дать эпицентр. Забрали легко двух героев. Бутрайдер, конечно, крайне уязвим, если подставляется. Сейчас-то герой Камикадзе. Он просто прыгает, притягивает к себе кого-то. И, как правило, после этого погибает. Так же погибает, как мы видим. Клокер, который что-то забыл на центральной линии, хотя соперник вас толкает именно по миду. Вы знаете, будет, возможно, даже справедливо, если Минески за свою наглость, за свои ошибки в некоторых моментах будут наказаны во второй карте. Конечно, пока предпосылок нет, но то, что игра не складывается для них просто, уже приятно. То есть GeekFan все-таки, ну, как я и говорил, в Dota-то играть умеют. Это не ребята с улицы, и в своем уж регионе боя не могут дать многим коллективам. Не забывайте, что далее у нас по расписанию Fnatic против Clutch Gamers. Битва дня, возможно. Это малый финал лузеров. Проигравший покинет турнира. Победитель сыграет с проигравшим вот этой парой. Сикер. Ищет жертву. Никого не находит. Талант вампиризма у него берется на 25-м уровне. Что, кстати, по талантам. Тут армор. Варлок здесь. Тоже мы все видим. Кстати, Варлок 25-го. Я вообще забыл, когда я видел Варлока 25-го уровня, что он берет. Мне кажется, армор берется. Ну, там там Плорасасин, физурон. Что это антимагия тебе даст? Не знаю. Как-то слабо, мне кажется, это выглядит, но для 25-го левела. Может, я, конечно, ошибаюсь. Вэлло. Вэлло нельзя ему подставляться. БКБ прожимает. Если успеет отпрыгнуть, но не успеет. Ибо... Или успел? Успел. Но, с другой стороны, есть хукшот. Получает Клокер Кхекс. После этого поднимает Сен Кинга. Все хотят убить Сен Кинга, потому что это одна из ключевых целей. В потенциальной драке. Сен Кинг жив. Сен Кинг отступает. И снова никого Минески не смогли убить. Было много ресурсов потрачено на одного лишь Сен Кинга, но он выжил. 57-ая минута началась. 82 мы уже убийства с вами наблюдаем. Крайне много. Нет пока. Окончательной ясности, кто же все-таки выиграет данную встречу. Темплар Ассасин с рефрешером. Шарт, как мы видим, тоже был съеден. Почему нетворс открыть? На минуту буквально 38 тысяч нетворс. У Темплар Ассасин. 28 у Сикера. Лайфстиллер 18 по-прежнему. Вот это да. Да и до сих пор мы на него смотрим. Кираса, Армлет, Сен Джендьяша. Вот с тех пор, как я на него смотрел, минут 15, наверное, назад, у него появилась исключительно Кираса. Да, были выкупы, по-моему, два уже, но... Ну как же мало-то с Мидасом. Там уже Кристал Мейден на подходе, по-моему. Там все уже на подходе, вы знаете. И Кристал Мейден, и Клокверк рядом. И Маг не сильно отстает. Но ведь они-то все не стояли на легкой линии, не били крипов. В отличие от Лайфстиллера, который Мидас-то купил. Минут на... 15 раньше, чем Кристал Мейден. А может быть, эта разница еще большая. Не помню, когда Кристал Мейден. Ведь он на 18-20, наверное, приобрел себе нинжабуги данный артефакт. В любом случае, очень слабо. По деньгам. У тебя выглядит Лайфстиллера. Нападение на Мага. Но снова подставился Маг. Есть также Голем. Маг еле живой. Последняя оттечка по нему есть. Эпицентр также неплохой. Но здесь есть два Блокенбара. И не знает просто, кого бить Муши. Не дают ему бить. Он всю драку просто стоял. Вот только сейчас начинает наносить дэмэдж. В Хигсе был Сенкинг. Прожал рефрешер Муши. И будет наказан. Будет убит. Уже минус 2. Можно также бежать за... Сикером. Какая-то сумасшедшая дота. Сейчас мы ее уже смотрим. Я думал, 2 по 30. И все здорово для Минески. А вот и нет. А вот и потерян Аегис. А вот и будет второй раз Сикер умирать. Ну вот берете Сикера. Получаете вот такое. Почему они не взяли какого-то сильного керрия? Метового керрия? Для меня по-прежнему загадка. Почти час длится карта. 85 уже убийств. И по-прежнему ничего не ясно. Но преимущество, мы видим, сокращается. Было оно. Порядка 32 тысяч. Остается всего лишь 19. Больше 10 тысяч золота. Успели отыграть Гикфам. И у них есть все, чтобы отыграть еще больше. Они приближаются сами теперь к хайграунду. Все абсолютно живы. Нет эпицентра, нет Коллема. Но нужно разводить еще и Муши на байбэк. И будет здесь ломаться сторона. 30 секунд у Муши. Неужели просто так отдадут сторону? Ребята из Минески. Да уж. Отдают сторону. Посчитали, что байбэк гораздо важнее, чем одна сторона. Ну, денег у вас и так много. Крипы угрозы себя не представляют. Вы сами также снесли сторону. И, наверное, байбэк важнее. Тут соглашусь. Но сам факт. Как же отыгрываться-то? И уже 11 тысяч. Оно было 32, я повторю. Осталось 11. 20-ку уже отыграли. Это будет один из самых серьезных камбэков в случае победы. Команды. Гигфан. Ну, по крайней мере, в текущем патче. За последние пару месяцев я не вспомню. Такого огромного. Комбэка. Такого большого, важного, значимого. Байбэки. Есть у Templar Assassin. И все. У команды Минески больше нет байбэков. Им нет смысла сейчас идти в наступление. Любая неудачная атака, преимущество сократится там до 5, я не знаю, до нуля, может быть даже по золоту, по XP. Но там уже практически нет смысла смотреть. Все рано или поздно получат свои 25 уровни. Меньше 10 уже тысяч преимущества по опыту. Здесь 25 есть, здесь 25 нет. Быстренько всех прокликаем. 25 есть у всех в команде. Минески. Ну, вот только тренд не 25 уровня. Давно я такого не видел. Не комментировал такого в этом патче вообще. Тем интереснее. Тем интереснее. За час игра у нас перевалила. А вы говорите, Восточная Азия неинтересная. Скучная и незрелищная. Насколько же многие неправы в этом отношении. Регион развивается. За регионом нужно следить. Он действительно крайне веселый. И матчи здесь действительно заставляют наслаждаться дотой. Ну и нападение от GeekFam. Они просто идут в спину. Команде Минески. Минески знают. Есть врыв на Сенкинга. И нужно убивать его прямо сейчас. Не убили Сенкинга. Мак тянет на себя Варлока. Хочется убить Варлока до Голема. И в центр неплохой. Варлок по-прежнему живой. Успеет ли кинуть Голема? И нет. Не успевает. 100 секунд не будет Варлока. Также погибает Лайфстиллер. Как же неудачно, что умер Лайфстиллер. Потеряли еще и Сенкинга. Ну что ж случилось-то, GeekFam? Почему вы проиграли эту драку? Три в ноль как минимум. Улетает Эмбер. А счастье было так близко. И снова 20 тысяч. И вот мы видим. Кристал Мейден всех убило. Вот так-то. Просто ультимейт. Никто его не сбил. Голем не прилетел. И Кристал Мейден наносит 5200 урона. Где вы там дамидж дилеры? Инжи Буги хорош. Очень хорош. То есть такая Кристал Мейден, на которую никто не обращает внимания, а в итоге превращается из маленькой девочки в страшную ведьму. которая идет и всех выносит вперед ногами. У Муши есть, мы видим, МКБ. Есть у него рефрешер. Хочет, хочет командами Нески зайти на хайграунд. Но Трэн говорит, что, ребят, я хилю. Либо заходите прямо сейчас, либо у вас-то не получится сделать совсем. И снова 30 тысяч. Ну почему? Ну почему все так меняется? резко. Надеюсь, когда-нибудь экономика в дочах будет немного другой. Мне кажется, по-прежнему не нашли того баланса в экономике. И камбэки можно совершать с огромного преимущества. Хотя, это немного нелогично, что ты доминируешь всю игру там минут 50 и, казалось бы, вот она же победа. Ладно, об этом позже, потому что Мак пытался вот цепануть, не сумел. ломается в арт, ломается в арт, лайфстиллер появляется, байбеки есть у всех в команде Гигфан. И уходит. Да уж, интересно. Боятся по-прежнему Минес. Прошу прощения, не у всех я как-то посмотрел. Господи. Настолько меня играет и держит напряжение. Неправильную информацию даю. Нет байбека у Эмбера. Прошу прощения. Это очень важно. Тогда, да, и нет у Сэн Кинга, и нет у Варлока. Показалось, я сортировал. Все, вот так мы смотрим. У лайфстиллера только есть и у Трента байбек. И, соответственно, есть у Томплоросасин, что очень важно. Нападение на Вэлла. Вэлла нельзя терять, погибает Вэлла. Вэлла, возможно, не будет уже в этой игре участвовать. Скорее всего, она закончится без него. Если прямо сейчас Минески постараются завершить эту карту. О, 65-я минута. Муши просто прыгает на бараки. Сайоникс. И даже так Сайоникс с таким маленьким количеством артефактов умудряется еще бодаться с Муши в ПВП, но здесь подходят крипы. Здесь также линия толкается. Здесь также крипы уже заходят. И нет Тир-3 вышек. Остались только 4 голых барака. Сломают бараки, выиграют игру. С такими героями защищаться можно, но это крайне тяжело. Эмбер, безусловно, в этом плане хорош. Сэнкинг также великолепен. Но Лайфстиллер, возможно, нет. И цепляют именно Лайфстиллера. И не бьют Лайфстиллера. И вот только сейчас начали наносить по нему дэмэдж. Лайфстиллер. Есть волем, неплохой. Лайфстиллер. Последняя отычка будет ли? Нет, не будет. Последнего удара. Зато будет последний удар по Роджи. От Сикера. Минус Роджи. Лайфстиллер. Прошу прощения, погиб. Ответный врыв на Сикера. У Сикера так же мало здоровья остается. Сикер минус. Новый год. Но в этот раз при маленьком количестве их ХП не получается его скастовать полностью. Топлорассасин также в этой драке погибает. 90 секунд ее не будет. Смерть Локверка. Как мы видим, тоже произошла. И нападение еще и на мага. Вижен по магу есть ли? Нет, вижена не было. Маг пока отступает. Отбились. В очередной раз. Потрясающе. Очень здорово все делает. Гикфа. Из последних сил такое чувство, что борется. Муши. Ну, на него смотришь. Такое чувство, что он немного... Не то чтобы нервничает, он психует. Так это выглядит. Вот когда прыгает он сюда. Просто не знает, кого бить. Бить бараки, бить рейнджовый, бить милишный. Или все-таки выбрать цель. Свои цели у кого-то из героев. В этот же миг маг цепляет лайфстиллера. Он все-таки переключается на лайфстиллера. Отдают в него много ресурсов. Сумели его все-таки добить, но как итог это все было слишком медленно. И снова мы смотрим на сикера и понимаем, что да, есть у него там артефакты, много их безусловно. Но есть же коры посильнее. Есть коры, которые при таком наборе артефактов на такой стадии игры гораздо больше способны выдавать. Другой вопрос. Сумели бы так хорошо заработать преимущество для себя Минески, если бы был там другой керри. Более пассивный, более медленный, чем сикер. Не факт. Ну да ладно. 46-49. 48-68 минута у нас уже идет. Ну такими темпами и за полтора часа перевалим. Это здорово. Я постоянно, чуть ли не каждый день прошу, дайте мне какую-нибудь карту часика на полтора. Ну и вот наконец-то. Уже близок я к этому. Я не помню, когда последний раз комментировал игру, в которой... Которая длилась бы что-то за полтора часа, там по два часа. Ни разу вообще не комментировал. И надеюсь, что именно эта карта такой будет, потому что перевороты и камбэки по-прежнему возможны. Это качели по деньгам после каждого файта. Плюс 30 тысяч, плюс 10 тысяч, плюс 20 тысяч, плюс 30 тысяч. И так постоянно происходит. И те, и другие по-прежнему... Нельзя сказать, что и те, и другие выигрывают. Да, конечно, минус сторона. Ну и у тех минус сторона. Здесь голые бараки, но они все-таки стоят, что самое важное. Есть тренд протектор. Он готов защищаться. Эмбер Спирит пока тащит свою команду вперед. Именно он главная ударная сила. Тихий 19, 9, 13. Муши 19, 7, 16. Примерно одинаковая, ребят, статистика. Два ключевых персонажа, два ключевых игроков, два мидера своих команд. И делают грязь сейчас абсолютную минески. Они просто хотят зайти на хайграун, такое чувство. В спину. Нападают. Нинджабуги. Нельзя его терять. Новый год много демжа наносит. Хекс успел дать в тренда. Не будет, судя по всему, Кристал Мейден в этой драйке. Успевает дать Новый год, но сверху прилетает голем. Минус Кристал Мейден. Сто с лишним секунд она будет отсутствовать. Тянет за собой маг Лайфстилера. Бьют его всей толпой. Слишком далеко Эмбер. Пока он не вносит никакого урона сам. Сенкиинг. Был эпицентр. Я не обратил внимания. Да, эпицентр был, но как-то дэмэджа от него как будто не было совсем. Тем не менее, убили Темплара Ассасин. И можно гнать еще и мага. Но неважно, кого лишь бы догнать. Есть. Цепанули. В этот раз Клокверка. Клокверка. Огромные проблемы. Минус Клокверк. И три. Я так понимаю. В ноль. Пять семьсот наносит Лайфстилер. При не самом большом количестве артефактов. Две девятьсот всего лишь наносит Темплара Ассасин. И вынужден, наконец-то, Муши сделать свой байбэк. Байбэк есть у Сикера. Он в этой драке не погибал. Фиксирует, как мы видим, ребята. Во сколько был сделан байбэк, чтобы была инфа на следующий файт. 70 секунд без Клокверка. 60 секунд без Кристалл Мейден. И ломается вторая сторона у команды Минески. Гикфам. Красавчики. 14 тысяч. Было, опять же, почти 30. Несколько раз было почти 30. Мы график обязательно посмотрим позже. После того, как завершится эта драка. Потому что нападение было от мага на Санкинга. Снова не хватает по нему урона. Погибнет Роджи. Но это неважная абсолютно цель. Не пробивает уже Темплара Ассасин. Цепляют здесь Муши. Муши погибает в этой драке. У него больше нет байбэка. Больше 100 секунд без Муши. И Гикфам близки к тому, чтобы совершить один из крупнейших камбэков в этой мете. Просто красавцы. Других слов у меня нет. Это фантастика. То, что они сделали на этой карте. То, как они держались до последнего. И убьют сейчас Сикера. И нападают на него. Минус также Сикер. Мега килл от Тихи. Ломается последняя тир 4 вышка. Остается голый трон. Сикер появляется. Муши не будет. Муши слишком важен. Неужели вот так завершится эта встреча? Я не верю. Судя по всему, да. Все, что сейчас делают Миннески, это отчаянные попытки просто затянуть игру. Как только можно. Хотя трон стоит, но Эмбер бьет его очень серьезно. Также здесь есть Сенкинг. И последняя пара ударов. И Песочный Король наносит таки. Последний удар. И победа Гикфам. Фантастика. То, что они сделали, достойно похвалы. Я не знаю. Вы видите, что здесь было. 30 тысяч, 20 тысяч. Опять близко к Трицахе. Меньше 20. Снова 30. Я не знаю. Это красота. Вот такой дотой должна быть. И все 25 уровня. 70 минут. Великолепнейшая карта. Гикфам красавчики. Вернемся, я думаю, минут через 5. Потому что ребятам после такого нужно обязательно отдохнуть. Пауза. И поговорим уже на третьей карте. Благо она состоится. Продолжаем смотреть Юго-Восточную Азию. Продолжаем. 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 Продолжение следует...